Около 70% российских учителей сталкивались с травлей со стороны учеников, сообщает Национальный исследовательский институт ВШЕ. При этом чаще всего опрошенные называли причиной травли желание школьников самоутвердиться перед одноклассниками. За хамство школьников предложили штрафовать их родителей. Съемочная группа нашего телеканала решила поинтересоваться у самих ребят, почему, по их мнению, подростки грубят учителям, а у педагогов уточнили, как стоит реагировать на такое поведение. Недавно в городе Белой Тверской области ученик во время урока нахамил учителю музыки и довел женщину до слез своим поведением и грубостью. Происходящее снял на видео один из учеников. При этом и парни, и девушки смеялись и никак не остановили издевавшегося над педагогом-хулиганом. Кто такой, чтобы меня снимать без нового разрешения? Сегодня взаимоотношения учителей и учеников вызывают большие опасения в российском обществе. Мы решили поинтересоваться у самих ребят, почему подростки неуважительно себя ведут по отношению к учителям. Все это идет от семьи, у них нет уважения по отношению к другим людям. Вообще грубость возникает где-то в районе восьмых-седьмых классов, ну потому что это переходный возраст, это хочется как-то самореализоваться. Ты считаешь взрослых людей не такими умными, как ты сам, а вот в одиннадцатом классе, уже как бы одиннадцать лет с этими учителями, уже как бы родные тебе, и этой грубости уже не остается как-то. Например, если оценку ученику она не нравится, то, как областел учитель, соответственно ученик будет огрызаться. Но по мне это неправильно. Я бы лично так не поступал, а вот оно, докласники некоторые, возможно, и будут так поступать. Ведь нужно привлечь уважение к своим близким, к окружающим, кто с тобой рядом находится, и не в любительном случае. Все идет из семьи. Сами учителя подтверждают, что порой с ребятами бывает непросто, особенно когда у них начинается переходный возраст. Уже ближе к классу к пятому, может это быть в конце четвертого класса, в пятом, в шестом. Ну и бывает, что семиклассники тоже не совсем культурно спорят. Ну, бывают, конечно, разные ситуации, это воспитание зависит от семьи. Очень много гиперактивных детей сейчас, конечно. То есть потом у детей сейчас определенная самооценка завышена. Главное реагировать, да, адекватно и самому оставаться человеком. И самому учительству быть примером для учеников. Воспитывание с семьей, культура, поведение. Учители хотят защитить от учеников-хулиганов штрафами. Причем наказывать рублем будут родители невоспитанных детей. В профсоюзе разработали законопроект, призванный вести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. За унижение чести и достоинства специалиста предлагается наказывать штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей. А вот за применение к учителю насилия, например, нанесение побоев, предлагается вести уголовную ответственность. Школьникам-хулиганам будет грозить лишение свободы до 3 лет. К слову, в Тверской области уже произошел прецедент. Мать-подростка, который перед классом нахамил учителю музыки, об этом мы говорили в начале сюжета, оштрафована на 500 рублей по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Тверской области.